Я хочу читать 1 Коринфянам, 3 глава, 22 стих Слова Божьего, чтобы основываться на Слове Божьем. Где твое прошлое? Где? Апостол Павел здесь говорил такие слова. Павел ли или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше? Чего здесь нет в этом стихе? Здесь нет прошлого. Здесь есть Павел ли? Чей ты? Кто тебя крестил? Какому ты братству принадлежишь? Павлов, Аполлосов, кто тебе крещение давал? Где ты, да? Но очень важно, есть братья и сестры в других конфессиях православных, есть тоже наши братья и сестры. которые с нами будут в раю. Дай Бог нам дойти туда, да? Вам-то легче тут на Урале, а нам-то в Белоруссии, ну, знаете, посложнее чуть-чуть. Вот. Но мы хотим дойти до неба. И я верю, что Павел, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Моя мама, она одна дочь в отца была. родной отец, он поляк, дед у меня, за то, что она приняла христианство, Иисуса Христа стала христианкой, да? Он одна дочь, 17 лет, не заходил в дом. Ты поломала веру. Он католик. Когда у них умер первый ребенок, и они хоронили с отцом, церковь состояла из трех человек. Отец, мать, и еще одна девушка, 24 года. И вот отец нес гроб сам, никто не помогал в деревне. Мама сзади поддерживала, и та девушка шла. И люди в деревне все за забором стояли, вы поломали веру. Может, и вам говорили, вы поломали веру. А скажите, что вы поломали, если вы вообще не верили? Что было ломать, когда ты не верил? Когда ты ничей? Когда ты крещение не помнишь? Когда ты жизнью не живешь? Какое твое настоящее или будущее? И 23 стих говорит, вы же Христовы, а Христос Божий. Как важно нам знать, что не прошлое должно нами владеть, а будущее. Будущее. Где оно, прошлое? Будущее нами владеет, а оно во Христе Иисусе. Вы же Христовы, а Христос Божий. Когда мы будем верить, что мы Христовы, то во Христе мы новая тварь. Во Христе мы новый человек. И в нас одно родство – это христианин. И это так важно в жизни, когда мы знаем, что мы причащаемся от одной чаши и от одного хлеба. Как это важно, что мы есть одни, мы сроднены одной кровью Иисуса Христа. Мы омыты одной кровью Иисуса Христа. Люди часто прошлое лелеют. Люди часто прошлым живут. А где оно в Библии? Я вам еще одно место зачитаю для того, чтобы и для себя тоже колося нам первая глава с 21 стиха. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами и по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою. До этого места сейчас. И вас, бывших, прошлое, вас, бывших, а мы иногда живем, ходим как свежьмешком. Сейчас молодежь ходит, модно, да, все ходить свежьмешками, да, с рюкзаками. Но что они делают? Что им надо? Они, хоп, таки мы. Мы ходим, и прошлые грехи мы раз, а, ну да, вот это наше прошлое. А, ну да, это не послушание наших детей, а вот не послушание нашей молодежи. Апостол Павел говорит, оставляя заднее, простираясь вперед. Иногда приходится молиться за людей, с людьми, и ты видишь, что люди в духовном мире, они не двигаются, они топчутся, как на месте. Шаг вперед, два назад, да? Люди начинают себя привязывать в церкви. Да вот, понимаешь, у меня не получается, я по гороскопу тот или тот, а я вообще не знаю, кто я по гороскопу, и мне это не надо. Я знаю, кто я во Христе. Я новый отвар, я дитя Божье. Это я знаю. Зачем вам гороскоп? Зачем вам прошлое? То люди этого мира, или особенно бизнеса, они живут законами Библии. Они делают добро. Посмотрите, бизнесмены, даже они не посещающие церковь, но они стараются помогать, каждый на своем уровне. Кто-то, кого-то там пекарня, хлеб делает, да? Они к ним пойди скажут, нам надо булочки или там туда-то что-то, или хлебушек, то они помогают. Очень много знают в церквях, где помогают. Большие бизнесмены, они помогают людям в больницах, какие-то лечения, операции. Помогают. Очень много. Но люди церкви, так назовем, оцерковленные, живут законами мира. И это и есть катастрофа. Когда мы живем прошлым и тем, что не славит Бога. Я часто у людей спрашиваю, скажите, прошлое ваше, оно славит Отца Небесного? Оно прославляет Иисуса Христа? Вы можете поднять руку и сказать, что мое прошлое, оно прославляет Иисуса Христа? Иисус Христос радуется за мое прошлое? Или Иисусу неприятно мое прошлое? Кому нравятся прошлые косяки? Согрешения? Они не нужны нам. Но как важно в нашей жизни, когда мы вот этим живем, и в вас бывших некогда отчужденными, некогда мы были там. И врагами по расположению к злым делам. Не имеет значения, какой ты был, культурный грешник или последний грешник. Ты все равно грешник. Ты не можешь сказать, что ты без Иисуса Христа ты кем-то был святым. И твой лик могут где-то поставить в какой-то церкви, что ты был святой. Нет! Без Иисуса Христа мы грешники. Только в Иисусе Христе мы становимся святыми. И это говорит 22-й стих. Ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас, представить вас кем? А да, там у меня родословная такая, а да, у меня там дедушка, прабабушка были, то нет. Кем представить Он хочет вас святыми, непорочными, неповинными, где, кем, перед кем, пред собою. Я думал, как? Я практик по жизни, я люблю практику. Ну, 21-й стих, понятно, а вот 22-й, как? Вы знаете, когда-то я занимался бизнесом, и на меня было возбуждено трое уголовно-экономических дела, я сам себя защищал, и был момент такой, я знаю, бывшего председателя Центробанка Республики Беларусь, мы с ним знакомы, он человек из нашего рода, Моисеевич, по отчеству, хороший человек, я к нему приезжаю, мы с ним встретились, он говорит, слушай, у меня есть хороший адвокат, давай я тебе дам, вот, я говорю, хорошо, давайте, и он тоже наш человек, он Иосиф Иосифович, вот, и он бывший судья Верховного Суда, у него сейчас своя адвокатская контора, и мы с ним встретились, поговорили, он говорит, хорошо, я приеду, я буду тебя защищать, и я первая жизнь увидел, как работает адвокат, кому-нибудь из вас приходилось, да, обращаться к адвокатам, чтобы они вас защищали где-то в суде, или допросе, да, приходилось, я думаю, кому-то из зала или с онлайна, вот, и как работает адвокат правильный, и он назначает, там, следователь назначает, а меня был следователь, начальник следственного отдела, он колдун был, я знал, что он занимается колдовством, знал даже, какой гадалке ездить, и с какой сотрудничает, Бог меня через него учил молиться, я благодарен Богу за то, что Бог меня, да, даже один раз на допросе он садился, и так меня психологически пытался ломать, чтобы я, вот, и я сидел, молюсь, 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 вот, и он на меня, ты кто? А я говорю, дитя Божье, я даже забыл, что я подозреваемый, я дитя Божье, когда тебе зададут вопрос, следователь, адвокат, ты кто? а, да, я в прошлом, тот, меня дед колдун, или кто-то, да нет, я дитя Божье, кто ты сейчас, кем ты сейчас представляешься, кто, кого ты сейчас представляешь, какое твое сейчас, нынешнее, прошлое, оно твое не дает тебе, не даст тебе жизни и спасения, особенно без Бога. и мы приехали, адвокат, он начинает допрос, следователь начинает допрос, и адвокат, следователь, сразу мне задает вопрос, на фраму, подождите, вы мне вопрос, он переформулировает и задает мне, как его своему подзащитному, я отвечаю адвокату, адвокат переформулировает, и отвечает следователя, и написано из слов адвоката, то, 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 и я стал размышлять над этим, и думать, братья и сестры, друзья, как работает наш Иисус Христос, который пришел в этот мир, который страдал, который умер, который воскрес, который победил в смерти ад, который сел одесную небо и ходатайствует за каждого перед Отцом Небесным, как Он, Он кем нас видит, грешниками, теми, теми, или кем Он нас видит, через смерть Его, чтобы представить вас кем? Святыми, непорочными, неповинными. В жизни самый счастливый человек – это тот, кто помилован. 20 августа 2003 года, когда я вышел из зала суда за отсутствием состава преступления, я был помилован. Вы знаете, я был самым счастливым человеком на планете Земля. Мне казалось, везде сквозняк, ветер дует, август месяц, я иду, мне казалось, я лечу, паркаю, я помилован. Я был в суде, где я видел человека, которому должны были дать 17 лет, и его помиловали. Он стоял в зале суда, и он кричал, я помилован, я помилован, я помилован. Кем ты сейчас себя видишь? Или ты видишь себя угнетенным? Или ты видишь себя прибитым? Или ты видишь себя униженным? Тогда где Иисус? Иисус, где ходатай твоей жизни? Где тот Дух Святой, Рабеда Катулуту, тот, который дает жизнь? Тот, который дает будущность? Тот, который во Христе Иисусе мы имеем жизнь? Жизнь! Жизнь! Или мы такие сидим, а, ну да, ну это тебе хорошо, а мне? Скажите, что Иисус написал кроме Перми? Или еще против кого-то? Нет! Он сказал каждому, и Он ходатайствует за каждого. Только надо признать Его власть, признать Его силу, и попросить Его, Иисус, омой меня, Иисус, прости меня, и дарую, чтобы мне себя, получить себя, самого простить, за прошлое, самого себя простить. Это одно и очень сложных. Люди не могут себя простить. Иисус простил. Иисус видит через плод Свою, через кровь Свою нас святыми. Он видит нас непорочными. Он стоит и ходатайствует, и говорит, Отец, посмотри, в Перми, или там где-то на планете Земля, есть такой человек, который признал меня, как спасителя, который признал мои страдания, который признал мою смерть, который признал мое воскресенье, который признал в том, что я сел одесную небо, что я ходатай, Он. Я вижу Его через призму Иисуса Христа. Я вижу Его святым. Я вижу Его верным. Я вижу Его непорочным. Не делайте себя. Не уничижайте кровь Иисуса Христа. Не уничижайте жертву Иисуса Христа. Не уничижайте то, что Господь даровал вам. Вам даровал этот дар блаженства. Бог вам даровал этот дар жизни, жизни вечной, чтобы вы не сомневались в том, что вы спасены, что вы искуплены, что вы имеете жизнь и жизнь с избытком. Люди в этом мире очень часто они недовольны жизнью. Почему? Они не видят выхода. Они не имеют выхода. Братья и сестры, друзья, у нас есть выход. У нас есть ходатай. У нас есть тот, который видит нас святыми. Который видит нас непорочными. Который видит нас неповинными пред собою. Но как важно 23 стих гласит так. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей тварой поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Если только пребудете, как важно еще нам быть. Люди очень часто говорят, вот нам надо спасение. Да, хорошо, да, пришел, признал, покаялся, получил спасение, но надо еще быть. Люди очень часто, я думаю, вас тоже, служители ваши, сказали, да, когда люди говорят, вот все, я покаялся, Господи, забери меня. Я говорю, да не с твоим счастьем. В нашем счастье есть что? Жить и служить нашему Богу. Он дарует нам свободу, Он дарует нам силу, Он дарует нам веру. Для чего? Чтобы мы и шли, служили, чтобы мы и шли, верили, делали, совершали то, для чего мы призваны, для чего мы спасены, и для чего мы искуплены. И в этом нам нужна только, если только пребудете тверды и непоколебимы. Сомневающийся никто не любит. За сомневающиеся даже девушки замуж не хотят выходить. Ну, а что толку за него идти, ты ж не знаешь-то. В Беларуси есть такое выражение, сомневающийся человек, это на него надеется, как на сломанную ногу. Ну, как можно надеяться на сломанную ногу? Когда она еще не зажила, да? Понадейтесь на сломанную ногу. Нет. Вы не можете не подбежать, вы не можете не стать, вы не можете не прыгнуть на сломанную ногу. Так или нет? И сомневающийся человек точно такой. Как волна. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Так определись. Здесь такие мужья, которые совсем не мужья. И туда, и сюда, и туда, и сюда, и туда, и сюда. А Бог хочет, чтобы мы были тверды и непоколебимы в жизни, в служении и в семье. Очень важно, когда мы имеем твердость в семье. Когда мы непоколебимы, когда мы не слушаем наушников. Есть люди, которые слушают наушников. И есть люди те, которые хотят. Им приятно, когда им сластят их ухо. И наговаривают на их спутника жизни что-то не такое. А, да, а я же тебе говорила, что ты такой. А кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Бог тебе сказал? Бог в каждом из нас видит кем? Он видит нас, Иисус кем? Когда мы признали Его силу и Его власть. Когда мы признали Его жертвы и страдания. Он видит нас кем? Сначала святыми, непорочными, неповинными. Пред собою. Он видит нас. И тогда Он дает силу, чтобы мы могли стать тверды и непоколебимы в вере. И не отпадете от надежды благовествования. Можно отпасть. Очень легко. Можно отпасть тогда, постесняться Иисуса Христа, постесняться церкви. Я знаю, в одной церкви молодежь называла, ну, они боялись, говорят, что они из церкви. И они для себя, для молодежи, среди молодежи, нашли новое имя. Ты откуда? С квадрата. Дом молитвы в них квадратный, и они назвали. С квадрата. Откуда ты? С квадрата. И как-то взрослые люди услышали. Начали спрашивать. Молодежь, вы откуда? В 80-е годы среди молодежи в Беларуси было такое пух. Братья такие, молодые, крепкие, и они пух. Что такое пух? Партия устойчивых холостяков. Все, мы держимся, все, нам надо, вот мы, вот. Служители узнали, ну-ка сюда. Говорят, что такое, что у вас за пух? Путь узких христиан. Перебываются люди очень быстро. Но Иисус не перебывается. Иисус, Он хочет, чтобы мы были тверды и непоколебимы. Если путь узких христиан, то путь узких христиан. Если церковь, то она и церковь, народ Божий. И тогда Он нас ценит за то, что мы ценим это время, за то, что мы ценим Его, за то, что мы ценим отношения с Ним, за то, что мы ценим, за то, что мы остаемся верны Ему. Даже если где-то мы согрешаем, мы приходим к Нему, как к Отцу. Чтобы мы не боялись, что Бог где-то далеко, и Бог, вот я тебя сюда чуть-чуть пускаю, а дальше я тебя не пускаю. Иисус, Ты полностью, Ты полностью управляй Мною, Ты полностью, я посвящен Тебе. Когда мы входили в воду, да, христианин принимали, не имеет значения, или Вы в бассейне, или Вы в реке, или в озере, хотя бы или в море. Я видел в разных местах, как принимают христианин, ну, и не имеет значения, но Вы погружались, да, и Вы себя посвящали добровольно. Никого силой в воду не заталкивали. И мы добровольно входили в воду и говорили, добровольно, добровольно, и любит Бог. Сегодня было сказано, доброохотно дающего любит Бог. А не того, что Бог ни одного не будет насильника в небе. Ни одного, братья и сестры. В небе все будут добровольцы. В небе все будут любящие и послушные, верные и покорные Слову Его. Если ты хочешь быть в небе, если у тебя есть желание, и ты понимаешь, что ты должен быть, у тебя есть счастье, ты счастливый человек, который можешь быть счастливым среди этого мира, счастливчиком тем, что он тебя призвал, он просил, он омыл, он даровал силу и становиться твердым. Становиться. Твердым тоже надо стать. У меня есть друг, не побоюсь сказать этого слова, в Республике Беларусь. Его мама родила, и при родах ему ноги выкрутили, пятки так вот. Все так вот ходят, а он так. И мама его оставила. Оставила его, и это был 79-й год, 4-го августа. Она его оставила, и в 92-м году она уехала в Израиль. И ребенок был в доме малютки, в интернате, и он был лежак. И кто понимает, о чем я говорю, лежачий. Он не мог ходить, и его ложили к стенке, чтобы он заболел и умер. И одна бабушка, которая работала санитаркой там, она мыла пол не один раз возле него, и она увидела в его глазах жизнь. Жизнь. Она увидела. И она сказала, ты будешь жить, ты будешь ходить. Он говорит, я ползать не умею. Ты будешь. И на два года его таскала на швабре. Ну, палка. Знаете, такая швабра раньше в советское время была, да? Твердая, деревянная палка, которой мыли пол. И вот она его брала и на палке, говорю, давай, руки твои укрепляются, ноги тянутся, вытягиваются, давай. И она его по палате таскала. Говорили, остав. Он лежак. Он не может стать. Остав. Но она увидела в его глазах жизнь. Она была тверда и непоколебима. Она нашла ему, она начала его ставить на ноги. Он не мог стоять. Она нашла ему костыли. В 13 лет. Он невысокого роста. И сейчас, а тогда был вообще маленьким. Она нашла ему костыли. И она его поставила. Она говорит, я был самым счастливым человеком на планете. Я 17 секунд постоял на своих ногах. Братья и сестры, друзья, Бог видел ее сердце. Бог видел ее твердость. Она стала им заниматься. Я вам скажу, он пошел своими ногами. Он женился. Он вышел с интерната. Он женился. Жена его стала пить после родов. Да. И она ушла в вечность. Ребенка забрали в интернат, потому что дом малютки, потому что он сам инвалид первой группы. Вот. Он молился Богу. Он говорит, я брал ведро с водою. Я стоял, обнимал. И говорит, Иисус, ты есть вода. Ты есть вода. Инвалид, который ноги не держит. Он брал ведро, обнимал. И говорит, Иисус, ты есть вода. Ты есть жизнь. Даруй мне женщину, которая заберет моего ребенка. И он женился на второй девушке. Они забрали дочь. Бог благословил их жизнь. Они еще родили троих детей. Они, Бог благословил жильем их. Скажу, два года назад Бог благословил, они уехали в Израиль. Он уехал туда по линии, он еврей, мама еврейка была. Вот. И мы с ним общаемся. Я скажу, что, но когда-то надо было кому-то быть твердым и непоколебимым. Бог дает нам когда-то за кого-то молиться, чтобы мы были тверды и непоколебимы в молитве, чтобы мы были добрыми ходатаями того дела Божьего, которое Бог соделает в жизни нашей. Вы знаете, я больше всего чему радуюсь в его жизни, он принял Иисуса Христа как Мессию. В 22-м году он заключил завет с Богом. Он сказал, Миша, я не знал, что есть такое счастье на планете Земля встретиться с Иисусом Христом. Я думал, счастье, когда я встал на ногах, стоял тогда 17 секунд. Я думал, счастье тогда, когда я обнимал воду, я думал, Бог, там то, то, так как понимал. Говорят, когда я имел встречу с Иисусом Христом? Я там в Израиле нашел Евангельскую церковь и я пришел и сказал, Иисус, я верю, что Ты пошел в этот мир, Ты страдал, Ты умер, Ты воскрес, Ты сел одесу и небо и Ты ходатайствуешь за меня. Иисус, я принимаю Тебя как Мессию, я признаю Твою силу, я признаю Твою власть, я признаю Тебя, и я хочу быть верным, я хочу быть твердым, непоколебимым, я хочу быть живым и действующим, я хочу для того, чтобы Ты совершал в моей жизни, в моей семье, чтобы мои дети, они имели встречу с Тобой, чтобы они не просто приходили в церковь, чтобы они не просто что-то делали, но они имели встречу с живым Богом, они имели встречу с Иисусом, они имели встречу с Мессией, который изменил жизнь. Но можно было взять, оставить его и сказать, зачем? Пускай лежит возле стенки, пускай делает то, он, мама виновата, то виноваты, но был человек, который посмотрел и увидел жизнь. Братья и сестры, друзья, сколько нам Бог показывает людей, в которых в глазах есть жизнь, и мы можем за них помолиться, и мы можем за них им сказать о нашем Иисусе Христе, мы можем засвидетельствовать не о прошлой жизни, но о настоящей жизни и о будущей жизни с Иисусом Христом, о том, что есть будущность в Иисусе Христе, о том, что есть спасение, что есть так кровь Иисуса Христа, которая смывает всякий исповеданный грех, всякий недостаток, он приходит в благословение, когда мы исповедуем Иисуса Христа, когда мы признаем Его власть, когда мы признаем Его силу, когда мы признаем Его величие, и когда мы признаем том, что мы омыты Его кровью, и мы Мы святые, мы непорочные, мы неповинные пред Господом, пред нашим Иисусом Христом. Я хотел бы пожелать каждому, чтобы наше прошлое, оно не тяготило нас. Чтобы оно было обрезано кровью Иисуса Христа. Чтобы наше сердце, оно было чисто. Оно было наполнено Словом Божьим. Потому что из сердца исходят источники. Из сердца. Что в твоем сердце? Где твое прошлое? Где оно? Скажи. Или у тебя есть будущность? Или у тебя есть жизнь? И жизнь с избытком. Или у тебя есть жизнь прощения? Тогда, когда не тяготит тебя. Тогда, когда ты спокоен, когда ты свободен в Иисусе Христе. Когда ты можешь сказать, я спокоен, я свободен. И я могу покаяться. Даже если что-то Дух Святой открывает. Я готов сказать, Иисус, прости. Иисус, омой кровью, той, которая была пролита на Голгофском христе. Омой для жизни, для радости. Чтобы наши окружающие, наши дети и близкие, они видели в нас жизнь. Чтобы они не боялись, что родители или родственники стали сектантами. Но чтобы они увидели в нас любовь Божью. А Иисус пришел из любви. Иисус просто так не оставил неба. Иисус пришел из любви. Иисус пришел в любви. Для того, чтобы каждому даровать любовь. Чтобы показать пример любви. Показать пример жизни. И жизни вечной. Я хотел бы, чтобы каждый из вас был благословен Богом. Был благословен той любовью Иисуса Христа. Той верой непоколебимой. И иметь ту тверность в Духе Святом. Будьте благословенны. Да будет прославлено имя Бога в жизни. И в церквях ваших. Поместных. И по всему. На всей планете Земля. Аминь. Слава Богу. Давайте мы поднимемся. Может быть, сегодня здесь есть человек. Вы еще ни разу не молились. Смотрите, вы покаяние. Если вы сегодня здесь, на этом месте. Мы хотим дать вам эту возможность. Это самый важный шаг. Примириться с Богом на этой земле. Аминь. А если человек примирился, то он не напрасно прожил жизнь на этой земле. Но если человек не примирился, не познал Бога на этой земле, то это жизнь напрасно. Мы читаем в Писании, что пользует человеку, если он приобретет весь мир, но душе своей повредит. И порой, к сожалению, так бывает, что человек живет, идет неправильным путем, думая, что все, что ему нужно, что-то добиться на этой земле, что-то приобрести, но однажды оставляет эту землю. И если он не примирился со Христом, то он самый несчастный человек. Если вы сегодня не молились, молитвы покаяния, то дайте знать, поднимите свою руку. Слава Богу, вижу вашу руку. Если вам не сложно, пожалуйста, поднимитесь на сцену. Может быть, еще кто-то есть. Также вас ожидаем. Давайте мы поприветствуем. Слава Богу за вас. Может быть, сегодня вы с нами онлайн, также можете присоединиться к этой молитве, написанной в Библии о том, что Христос, Он умер за нас, за наши грехи. Если мы сердцем верим, исповедуем Его Господом на этой земле, то Он прощает нам все наши грехи. Я буду говорить слова молитвы, повторяйте вместе со мной, обращаясь к Господу. Он здесь, Он слышит, видит, и Он все знает. Отец Небесный, я верю, что Твой Сын Иисус Христос умер за мои грехи, воскрес на третий день. Я прошу Тебя, Господь, проси мои грехи, вводи в мою жизнь и стань моим Господом и Спасителем. Я благодарю Тебя за прощение грехов, дар вечной жизни. Аминь. Как вас зовут? Даша. Мы даже за Тебя помолимся. Хорошо? Давайте в церковь прострем свои руки, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Дарью, Господь, за то, что Ты ее хранил. Сегодня привел на это место. Дал Господь ей покаяние. Бог, мы благодарим Тебя. Мы даем ее в Твои руки, Господь. Храни, Бог, ее от всякого зла. Пусть Бог Твоя защита, охрана будет от нее пребывать. Благослови, Господь, ее жизнь. Дай ей огромное желание читать Твое слово, молиться, ходить в церковь, общаться с верующими людьми, Господь. Помоги укрепляться, возрастать в вере. И мы отдаем Твои руки, Господь, и благословляем святым именем. Тебе слава, Бог наш, во веки веков. Аминь. Даша с тобой хотят познакомиться. Ирина, подойди к ней. Хорошо? Если вы с нами молились онлайн, пожалуйста, позвоните нам по телефону Горячей Лени. Мы хотим с вами познакомиться, помочь вам укрепляться, возрастать в вере. Горячей Ленин.